Всем привет! Подоспела порция интересных новостей из мира IT, и я уже спешу поделиться ими с вами. InWin показали свои новые корпуса для сборки миниатюрных систем формата ITX. Это модель InWin A1. На выбор будет доступен черный и белый цвет. Ну и из интересности, там спереди два USB 3, сбоку стекло, а внутри при таких скромных размерах можно будет установить видеокарту размером до 30 см, процессорный кулер высотой до 16 см, два 2,5 дюймовых накопителя и до четырех 120 мм вентиляторов. Внутри будет предустановлен собственный блок питания InWin. Возможно, через какое-то время появятся версии и без него. Ну а приобрести корпус можно будет по цене примерно за 130 долларов. Как обычно происходят ваши покупки в интернете? Вы выбираете что-то на сайте, заказываете, оплачиваете там через карту, например. Деньги списываются, товар приезжает. Как происходят покупки в интернете с кэшбэк-сервисом Letyshops? Вы выбираете что-то на сайте, в расширении для браузера есть для этого специальные инструменты. Вы, например, можете на Алиэкспрессе выбирать продавцов по рейтингу, по отзывам, смотреть динамику цен на его товар и таким образом выбирать наилучшее предложение. Заказываете товар, оплачиваете его и какой-то процент определенный от стоимости этого товара возвращается вам рублями на ваш личный кабинет в Letyshops. Поэтому регистрируемся, устанавливаем расширение, ссылочки в описании. 16 мая в Лондоне покажут OnePlus 6. И что-то зачастили они. Сначала владельцы пятерки жаловались, что всего через полгода вышел обновленный OnePlus 5T, а теперь почти через те же полгода выходит OnePlus 6. Новинка предложит обновленный восьмиядерный процессор Snapdragon 845. Ну и конечно же не обошлось и без моноброви. Хотя она тут и поменьше, чем на 10-м iPhone, но все равно. Ну и экран будет еще более вытянутым, уже не 18 на 9, а 19 на 9. Ну и в целом Android сразу свежий будет стоять, камера скорее всего чуть получше будет, оперативки сделают побольше. Короче, там допилят, там допилят, там добавят и держите-ка новый смартфон. Самая простая версия с 6 гигабайтами оперативной и с 64 гигабайтами встроенной памяти обойдется примерно в 33 тысячи рублей. Все больше появляется слухов о новых чипсетах Z390 для Coffee Lake. По недавним слухам, новые материнские платы выйдут уже в следующем квартале этого года. Z390 обещает нам не только поддержку 10-нанометровых Canon Lake, о которых пока еще мало новостей, но и поддержку восьмиядерных 14-нанометровых Coffee Lake, которые должны выйти в конце текущего года. А у разработчиков инженерные образцы должны появиться уже в июне. Компания AMD тоже не перестает радовать нас своими новостями. Недавно они выпустили обновленные райзены на архитектуре Zen+, где по сравнению с первыми 14-нанометровыми процессорами архитектура была уже 12 нанометров. И в следующем году, судя по всему, нам стоит ожидать уже совершенно новые 7-нанометровые процессоры на свежей архитектуре Zen 2, разработка которых уже, кстати, завершена. Ну а к 2020 году и Zen 3 подъедет на допиленной архитектуре 7 нанометров плюс. Что особенно радует, нам обещают полную совместимость всех этих процессоров с текущими платами на сокете AM4. Ну и не самая свежая новость, но блин, это ж новёхонькие карты от Nvidia. Куда же без них? По слухам, GTX 1180 ожидается уже в этом году. Построена она будет на новой архитектуре Turing с 12-нанометровым техпроцессом. И говорят, что память будет GDDR6, которая будет работать с частотой 16 ГГц. И блин, если и в этот раз сюда поставить GDDR5 или 5X, будет уже, ну, не весело. Сколько можно-то? Одно и то же. Любители железяк хотят инноваций. Не важно, что это даст, как это работает, но нам нужно что-то новенькое. Эм, что-то я отвлёкся. В общем, говорят, карты будут стоить что-то в районе 700 долларов. Ну, посмотрим. И, возможно, даже их представят этим летом. Хотя мне в это с трудом верится. Вообще, карты обещают быть интересными. И, надеюсь, их анонс не подпортит очередной всплеск криптовалютной истерии. Что ж, надеюсь, выпуск вам понравился. Ну, а я напомню вам, чтобы вы заходили ко мне в группу ВКонтакте и Инстаграм. Там ещё много полезной и эксклюзивной информации. Ну и до встречи в новых видео. Всем пока! Субтитры подогнал «Симон»!